Привет друзья! Опубликованы кадры работы полевой кухни КП-125 армии России. Полевая кухня КП-125 разработана в 60-х годах и все еще используется российской армией, так как конструкция кухни оказалась удачной и ее используют не только в армии. Повара говорят, что кухня КП-125 удобнее в работе, чем ранние КП-42 и КП-248, а также новые КП-130. С их слов, котлы можно быстро вынуть и помыть, а шкафы лучше держат тепло. Полевая кухня предназначена для приготовления пищи или кипятка и ее транспортировки в полевых условиях, что можно сделать даже с помощью автомобиля, так как полный вес кухни 1500 килограмм. Полевая кухня оснащена тремя котлами. Техническая информация на экране. Вместимость котлов в литрах для первого блюда 100 литров, для второго блюда 50 литров и объем котла для кипятка 100 литров. Время закипания воды в котлах с учетом розжига форсунок на жидком топливе 60 минут, на твердом топливе 90 минут. Для подогрева котлов используется керосин, дизельное топливо, дрова и уголь. Расход жидкого топлива 7-10 литров в час, твердого топлива около 30 килограмм в час. Емкость топливных баков 48 литров. Кухня рассчитана на приготовление пищи для 125 человек. Подробности далее в видео. Готовим на КП-125 с помощью форсунок на данный момент. Также можно использовать и дрова. Вот это вот форсунки рабочие. На данный момент форсунка работает в работе сейчас. Здесь пищеварительные баки. Вот один из баков. Сейчас два бака это в печке находятся. Здесь водонагревательный бак. Используем воду там для нужд уже там помыть кастрюли, пищеварительные баки, ТВН. ЗИП. Здесь инструмент, насос такой по мелочи. Топор, пила. Стараемся хорошо готовить. Вкусно. С любовью, с душой. Надо, чтобы пища была качественная. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все!